С помощью вот таких отточенных приемов орловским каратисткам удалось взять призовые места в первенстве России по Киоку Синкай. В престижных соревнованиях, не так давно прошедших в Москве, приняли участие спортсмены из 40 регионов страны, а также из-за рубежа. Главными соперниками наших девчонок были оппонентки из Японии. Соперники были на высоком уровне. Было тяжело, потому что я дралась с японкой. Я пыталась подстраиваться, чтобы не проиграть, но получилось так, что в финальном бою попало в голову. Из-за этого проиграла. Было, конечно, обидно, но и второе тоже достойное место. Взять заслуженное золото, а значит попасть в сборную страны, удалось лишь орловчанке Анастасии Киселевой. В карате она пришла 7 лет назад и уже не смогла расстаться с любимым хобби. Как признается спортсменка, предугадать исход боя было невозможно. Рассчитывать приходилось лишь на собственные силы и грамотно выстроенную стратегию. Есть там топперники, которыми я часто дерусь, я знаю, как с ними драться. А вот девочки, которые я первый раз вижу, я смотрю на них бои и потом уже подстраиваюсь, как там выполнять во время боя или перед боем, выбирая тактику уже. Завоеванное серебро и золото во многом заслуга не только самих каратисток, но и их тренера, который вкладывает в свою работу не только массу времени, но и душу. По словам Павла Алдошина, регулярные тренировки и желания – главный залог успеха. Тренер – это образ жизни. То есть ты с ними живешь, даже когда тренировка закончилась, у тебя они постоянно в голове, ты думаешь, как, что еще, где-то что-то подточить, где-то еще, может быть, дополнительные занятия поставить. Куда-то, может быть, с другими тренерами советуешься, с соседних регионов можешь спарить, было и занятия провести. Победа в первенстве России – путь к новым достижениям орловских спортсменов. Как уверяют каратистки, впереди грандиозные планы и главная цель – чемпионский титул. Екатерина Соленкова, Олег Фомин, телеканал Первый областной.